Я вас приветствую, меня зовут Евгений Ковальчук и вы на канале WebDev, канале, посвященном веб-разработке и всему, что с ней связано. Добро пожаловать в третий выпуск React подкаста. А я напомню, что в этих подкастах мы с вами рассматриваем различные нововведения, которые были добавлены в мажорные релизы библиотеки React. Буквально пару дней назад вышла новая версия React 16.8, в которую, внимание, официально были добавлены хуки, то есть из стадии пропоузал, предложенные, они перешли в официальный релиз. И это отличная новость для тех, кто их ждал, то есть для таких людей, как я. Частичный разбор хуков мы с вами делали в предыдущем выпуске подкаста «Полное введение в хуки». Поэтому, если вы совсем все забыли, то можете его пересмотреть. В нем я подробно рассказываю о том, как появилась идея хуков, какие проблемы они должны решать, сравнивая реализацию одного и того же приложения, написанного в классовом и функциональном стиле. В этом выпуске мы с вами повторим рассмотренное и дополним изученное новой информацией. Я лишь напомню, что хуки – это довольно революционное нововведение библиотеки React, если даже не сказать, что совсем переломное, так как благодаря хукам React переходит из объектно-ориентированного стиля программирования, функциональное, так как хуки – это простые функции со своей инкапсулированной логикой. Помните об этом всегда, когда работаете с ними. Изначально хуки были разработаны для того, чтобы решить пару проблем. Первое – это в RapperHell или от оберток, когда компоненты оборачивают друг друга все больше и больше, и все это разрастается в очень большие структуры. Первое – происходит это из-за паттерна Hock или High Order Component. Второе – огромные компоненты. Плавно вытекает из первой. И это действительно так. Те, кто работал с серьезными проектами, понимают, о чем я говорю. Третье – это скорее не проблема, а упрощение. Утверждение Дэна Абрамова такое – с функциями работать проще, чем с классами. И лично я не могу с этим не согласиться. Вся идея хуков заключается в том, чтобы расширить возможности функциональных компонентов и вывести их на один уровень с классовыми, а именно добавить в них state, упрощенный вариант контекста, методы жизненного цикла, упростить создание и работу с ссылками, плюс пару мелочей, которые я сегодня тоже упомяну. Все эти нововведения выравнивают возможности функциональных и классовых компонентов. Однако использование хуков добавляет два важных правила. Первое. Выполнять хуки следует в самом верху иерархии функций. Это значит, что не нужно вызывать хуки в условиях или циклах, так как React не может гарантировать порядок их выполнения. Второе. Вызывать хуки можно только в функциях или функциональных компонентах, либо в пользовательских хуках. Что такое пользовательские хуки? Пользовательские хуки – это хуки, которые вы создаете сами, то есть ваши функции, оформленные в соответствии с определенными правилами. Самое главное из них – имя вашего хука должно начинаться с use. Могу сказать одно. Есть портал, который называется usehooks.com. Ссылку на него я оставлю в описании. На нем уже собрано огромное количество разнообразных примеров хуков и их реализация с описанием, пояснением и примерами использования. Очень рекомендую его посетить, так как на примерах, которые в нем использованы, философия хуков становится еще более очевидной. Ну что ж, давайте рассмотрим хуки, которые у нас есть. И первый – это use state. Как понятно из названия, этот хук дает нам возможность создания стейта. Еще раз. Он дает возможность создания стейта внутри функционального компонента. Круто, правда? Создание обычного счетчика вы можете видеть на своих экранах. У нас есть функциональный компонент counter, в котором мы создаем state. Это происходит на восьмой строке. Причем одной этой строкой мы создаем state и сразу определяем метод, который этот state будет изменять. То есть метод setCount. Сам же useState в виде аргумента принимает дефолтное значение. В нашем случае это 0. Напоминаю, что useState – это обычная функция, как и все остальные хуки. Данные, которые она возвращает, находятся внутри массива. Именно поэтому две наши переменные оборачиваются в квадратные скобки. Это обычная деструктуризация массивов. Мы можем немного расширить возможности нашего компонента, если добавим поле ввода значения. В нашем случае это int typeNumber. Как вы видите, схема та же. Мы используем count из стейта для значения импута. А в самом импуте на метод onChange мы изменяем значение счетчика на любое вводимое в поле. Обращаю ваше внимание на то, что сам базовый компонент counter – это именно функциональный компонент. Он и должен быть таким, так как хуки работают только в функциональных компонентах. Об этом мы уже с вами говорили. И почувствуйте всю прелесть использования стейта в функции. Лично мне это очень нравится. Также имейте в виду, что вызвав useState несколько раз, вы можете соответственно создать несколько стейтов. Следующий хук – это useContext. Этот хук позволяет добавлять контекст в функциональные компоненты без каких-либо дополнительных оберток и без преобразования их в классы для того, чтобы использовать статическое свойство ContactType. Напомню, что контекст в React – это способ для дочернего компонента получить доступ к значению в родительском компоненте через несколько уровней. Раньше, для того, чтобы осуществить такой механизм, данные приходилось пробрасывать пробсами через компоненты. Это получило название props drilling. Однако контекст позволяет передать все необходимые данные напрямую от родителя глубоко вложенному потомку. Смотрите, у нас есть два файла. Context.js, где с помощью CreateContext мы создаем контекст темы приложения, и App.js. В этом файле, используя хук useContext, мы получаем доступ к этому контексту. Как говорилось не раз, хуки – это функции, и они могут принимать аргументы. В нашем случае это контекст. Помимо приема аргументов, они возвращают результат своей работы, который мы благополучно присваиваем в переменную theme. Вот и все. Теперь в переменной theme у нас находится значение из контекста. И все это без дополнительных оберток и без кучи кода, которые нужно тянуть, если мы используем классы. Опять же, все выглядит очень минималистично. И те, кто очень плотно работает с контекстом, должны оценить эту минималистичность. Да, благодаря статическому методу ContextType, первоначальная реализация использования контекста уменьшилась. Но использовать это свойство можно только в классовых компонентах. К функциональным оно неприменимо. А вот хук useContext прекрасно справляется с этой задачей. Следующий пример и следующий хук – это useEffect. Это своеобразный аналог методов жизненного цикла React в функциональном компоненте. Его ключевой особенностью является то, что он вызывается на каждом рендере. Однако данное поведение можно, так скажем, оптимизировать. Пример его использования вы можете видеть на своих экранах. Опять же, мы используем уже рассмотренный нами компонент Counter, внутри которого мы применяем useEffect. Внутри данного хука мы описываем логику, которая задает title для документа. Теперь каждый раз, когда компонент рендерится или обновляется, title нашего документа будет изменяться. И еще один распространенный пример – это использование useEffect в связке с асинхронными функциями. Как вы помните, если нам нужно зафетчить данные в классовый компонент, мы используем метод жизненного цикла. А так как useEffect – это аналог жизненных циклов внутри функциональных компонентов, то данная связка очень распространена. И тут появились небольшие изменения. Как вы можете видеть, асинхронную функцию fetchUser я вынес отдельно. Раньше ее можно было писать внутри хука, но теперь это вызывает exception. Сама функция принимает метод setUser, который устанавливает полученное с сервиса значение юзера в state. Внутри самого приложения мы вызываем эту асинхронную функцию внутри хук. Отдельно я хочу обратить ваше внимание на 18-ю строку, то есть на пустой массив. Зачем это нужно? В данном примере это своеобразный костыль, чтобы остановить обновление компонента. Вот смотрите, как было сказано, useEffect вызывается, когда компонент рендерится первый раз и когда в нем происходит какое-то обновление. В нашем случае у нас происходит инициализация компонента, после чего дергается хук, улетает запрос, прилетает ответ и state обновляется. В результате этого компонент перерендеривается и опять запускает этот процесс по кругу. Чтобы этого не происходило, мы пропускаем эффект. Делается это как раз-то передачей второго аргумента. То есть при инициализации это был пустой массив и при обновлении это тоже пустой массив. При нормальной реализации это может быть какое-то значение ID элемента, либо имя, либо что-то, на что завязан запрос. И тогда запрос будет улетать только в случае обновления этого значения. Еще один интересный хук это useRef. Он позволяет добавить функциональность создания ссылки. Пример использования вы можете видеть на своем экране. У нас есть два инпута. И на второй мы добавляем ref, который создаем с помощью хука на шестой строке. В принципе все стандартно, как и в классовых компонентах. Далее, опять же, используя уже рассмотренный useEffect, мы выставляем фокус на второй инпут, когда компонент app отрендерится. Следующий хук это useReducer. Довольно интересный хук, поскольку он позволяет воспользоваться редюсером. И таким образом мы можем создать архитектуру, подобную Redux. Реализацию вы можете видеть на своих экранах. InitialState выполняет роль своеобразного стора. Далее, на девятой строке, мы создаем полноценный редюсер, который принимает в качестве аргумента State и Action. Внутри себя он реализует всю необходимую логику. В нашем случае это манипуляции со счетчиком, увеличение и уменьшение на единицу. А в самом компоненте с помощью useReducer мы определяем State и Action, которые будут изменять State. И теперь на кнопках мы диспатчим Action. Данная возможность и данный хук очень интересны, так как позволяет реализовать полноценную функциональность в небольших компонентах и не подтягивать в них стор всего приложения, тем самым не забивая его лишними данными. Также хочу упомянуть о том, что в версии 16.8 удалось избежать перерендеринга при передаче обязательных значений в хуке useState и useReducer. Это действительно круто, потому что раньше передача значений просто вызывала совершенно ненужный дополнительный рендеринг. UseLayoutEffect – это аналог useEffect. Его особенность является то, что он запускается синхронно после всех изменений в дом-дереве. То есть как только у вас произошло какое-то изменение, он ждет, пока произойдут все обновления и только потом срабатывает. Его очень удобно использовать для каких-нибудь манипуляций внутри в документ. На экранах вы можете видеть пример его использования в компоненте модального окна. Подразумевается, что когда ваше модальное окно открыто, то вы не можете скроллить документ. Синтаксис его работы точно такой же, как и в UseEffect. Он также принимает два аргумента. Первый – это функция, в которой описывается функциональность. А второй – это триггер срабатывания. В примере мы используем пустой массив. UseCallback и UseMemo – это два очень похожих хука. Основная задача – это уменьшение общего количества перерендерингов компонента. Их функциональность заменяет метод жизненного цикла ShootComponentUpdate. И я правда пытался придумать примеры для того, чтобы показать их функциональность, но ничего толкового и небольшого, чтобы влазила на скриншот, не получилось. Но в целом их функциональность очень проста. Вот смотрите. У нас есть две переменные – MemoistCallback и MemoistValue. Значения этих переменных будут изменяться только в том случае, если в хуке UseCallback и UseMemo будут проброшены новые переменные. В нашем случае результат выполнения функции Sum зависит от переменных A и B. И просчет состоится только в том случае, если хоть одна из переменных поменяет свое значение. Я специально написал оба метода в одну строку, чтобы вы могли видеть разницу того, как вызывается функция Sum внутри этих хуков. С момента представления хуков до их официального релиза прошло несколько месяцев. И в сегодняшнем подкасте мы разобрали практически все представленные хуки. Я не случайно сказал практически все, потому что есть еще два. Это UseImperativeHandle и UseDebugValue. UseImperativeHandle – кастомизирует значение инстанса, которое предоставляется родителям при использовании ссылки. То есть мы можем задать имя для ссылки, получаемой от родителя. UseDebugValue – создает лейбл для пользовательских хуков. Полезен при создании хуков, которые используются, например, для open-source библиотек. Как вы могли убедиться, использование этих хуков немного специфично. И лично я так и не смог придумать какие-нибудь действительно полезные кейсы их применения на своих проектах. Поэтому знайте, что такие хуки есть, и прочитать о них в случае необходимости вы сможете на официальном сайте React. И как обычно, весь код из видео и все полезные ссылки вы сможете найти в гитхаб-репозитории подкаста. Ссылка в описании. Если у вас остались какие-либо вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. И не забывайте ставить лайк под видео и подписываться на канал, чтобы не пропустить выход следующих подкастов. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова